Всем привет! Это обзор главного эксперта по технике М-Видео. Начнем! Привет! Вы на канале М-Видео, и сегодня мы с Олей расскажем, как собрать умный дом от Яндекса. И начнем с умной колонки. Это основа. Я выбрала новинку этой осени, Яндекс.Танцию Миди с Алисой и протоколом Зигби, новым стандартом беспроводной связи, как Wi-Fi или Bluetooth, разработанным специально для умного дома. Благодаря Зигби все устройства объединяются в единую систему, а сценарии, созданные из таких устройств, будут работать и запускаться, даже если пропадает интернет. Поэтому отдельно докупать хаб не нужно, хотя у Яндекса он, конечно же, есть. К тому же, именно с этой колонки можно еще и управлять Зигби устройствами, голосом, даже без интернета. Например, включать и выключать лампочки или менять их яркость и теплото освещения. Яндекс.Танция Миди умеет корректировать звук в зависимости от окружающей обстановки и расположения других предметов рядом с ней, а также очень быстро реагирует на ваш голос и запускает отработанные ежедневные сценарии, например, утреннее шоу. А вот за отличное звучание отвечают три динамика общей мощностью в 24 Вт. Альтернатива и более, скажем так, взрослая модель – это Яндекс.Танция Макс. Ее можно подключить к ТВ через HDMI, а в комплекте есть пульт дистанционного управления. По звуку эта колонка мощнее станции Миди, у нее уже 65 Вт, и мощнее второй станции, у которой 30 Вт. Хотя, на самом деле, каждую колонку слышно очень хорошо из любой комнаты. Алиса понимает любую речь, даже шепот. Я все слышу. Далее добавляем в систему нашего умного дома ZigBee датчики. Их очень много. Начнем с самых интересных – датчика движения, климата, открытия и закрытия окон и дверей. С датчиком температуры и влажности все просто. Алиса анализирует микроклимат в комнате и включает увлажнитель, обогреватель или кондиционер. Например, я спрошу Алиса, какая температура в комнате. Температура в комнате 25 градусов, влажность 38%. И решу, проветрить мне комнату или пока нет. Датчик открытия окон и дверей среагирует на открытие и, если нужно, включит свет в прихожей. Правда, не без помощи умных лампочек. Про них поговорим чуть позже. Плюс такого датчика в том, что вы всегда можете проверить, закрыты ли окна и двери на балконе и комнатах. Для таких тревожных, как я, это вообще супер полезно. Всю информацию мы проверяем в приложении «Умный дом». Например, сейчас я прикоснусь к датчику и сразу информация отображается в разделе «Последние события». Все очень и очень просто. Теперь поговорим о датчике движения и освещения. Это вообще must-have для тех, у кого есть загородный дом. Если датчик замечает какие-то подозрительные движения в помещении, то на телефон сразу приходят уведомления. Просто заранее пропишите это в вашем сценарии, как это сделала я в приложении. Вот и все, беспокоиться о своей даче больше не нужно. А если совместить этот датчик с «Умной лампочкой», то, например, свет на кухне загорится, как только вы зайдете. Кстати, советую его установить в ванной комнате, предварительно прописав сценарий в приложении. Далее перейдем к «Умной кнопке». Зачем же нужна она? Я бы ее вообще назвала универсальной, которая и свет может включить, и заменить дверной звонок. Например, кнопка «Отправить сигнал на станцию» или в приложение, когда кто-то позвонит в дверь. Я, например, настроила очень забавный сценарий, называется он «У нас гости», чтобы Ализа включала аплодисменты, когда мои друзья, например, приходят ко мне домой. Мелочь, а гостям приятно. Ну что, переходим к базе – «Умным лампочкам». Лично я люблю экспериментировать с освещением. В этом светильнике стандартный цоколь Е27, а лампа меняет свет от холодного белого к теплому и даже к огненному белому. Можно настроить освещение под себя, дневное сделать поярче или наоборот приглушить на 20%. Следующая лампочка уже с цоколем Е14. Помимо привычных команд у нее еще есть разные режимы работы. Например, приглушенный режим чтения для тех, кто читает перед сном. Или можно включить режим вечеринка под музыку, когда придут гости. Мне очень нравится превращать обычные предметы в умные. Например, хочу, чтобы торшер с обычной лампой или, например, гирлянда включались голосом. Еще хочу настроить подсветку растений или аквариума. Для этого нам понадобится умная розетка. Она будет включаться и выключаться по вашей команде. Просто попросите об этом Алису. Можно собрать умную кухню, ванную, спальню, да и вообще целый дом. Просто подключайте гаджеты в экосистему и управляйте ими как удобно. Через приложение или голосом. Из приятных плюсов поддерживаются устройства разных брендов. Xiaomi, Acara, Samsung и другие. Так что вы точно подберете себе то, что нужно именно вам. От обогревателей до чайников или умных штор. Ну что ж, мы разобрались, из чего состоит умный дом Яндекс. Всем пока! Буду ждать вас на полке в М-видео. До встречи! Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А технику из этого обзора заказывайте на сайте или в мобильном приложении М-видео.